Пользователи соцсети осудили фотографа, который берет дополнительно 100 долларов за фотосессии с моделями Plus Size. Как рассказала модель и владелица модного агентства Меган Месвескос, она связалась с фотографом Уильямом Лордсом, чтобы заказать у него фотосессию. Но женщина, называющая себя ветераном индустрии, была неприятно удивлена, получив ответ. Представители Уильяма сообщили, что фотосессия стоит 950 долларов, но если на съемку приходит корпулентная модель, то цена повышается на 100 долларов. Вы проявляете свою фэтфобию, вам должно быть стыдно, обратилась женщина к Лордсу. После этого к критике фотографа подключились остальные пользователи. Невероятно, такого просто не может быть, писали возмущенные комментаторы. Вскоре на связь вышел сам Лордс, объяснивший, почему фотосессия для моделей Plus Size стоит дороже. По словам мужчины, дополнительная сумма идет на покрытие трудностей с поиском одежды для съемки. 100 долларов – ничто по сравнению с тем, что я делаю для этих девушек, добавил фотограф. В 2014 году более 20 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы компания Дисней начала производить мультфильмы с полными героинями. Инициатором петиции «Любое тело прекрасно» выступила на тот момент студентка Фармила Джевелл, которая, по ее словам, сама далека от стройности. Джевелл утверждает, что знает множество других полных девушек, которые чувствовали бы себя гораздо увереннее и комфортнее, если бы в медиа и кино были не только стройные и идеальные персонажи. Многочисленные исследования доказывают, что мировосприятие детей во многом формируется благодаря мультфильмам. Дисней могли бы создать плюс-сайз персонажа, который бы ни в чем не уступал предыдущим героиням, но при этом помог бы многим людям перестать чувствовать себя уродами из-за того, что они не соответствуют стандартам. К слову, реакции Дисней до сих пор не последовало. 9 февраля 2015 в продажу поступил 51 выпуск журнала Sports Illustrated, посвященный купальникам. Этот номер стал особенным, потому что в нем впервые появилась модель размера «Плюс», правда, на рекламном развороте, а не на обложке. Героиней стала Эшли Грэхом, основательница союза моделей, выступающего за то, чтобы моделями становились девушки самых разных форм и размеров. Пару лет назад Найке запустила линию спортивной одежды и белья больших размеров. В коллекцию вошли более 200 моделей топов, леггинсов, брюк, бра и курток от XL до XXXL. В лукбуке снялись плюс-сайз модели Грейс Виктори и Даниэль Ванье, а также метательница молота Аманда Бингсон. Плюс-сайз модели позитивно влияют на женщин, говорится в новом исследовании. Ученые показывали испытуемым фотографии обычных и плюс-сайз моделей, параллельно фиксируя психофизиологические реакции и задавая вопросы о восприятии своего тела. Выяснилось, что изображения моделей с формами улучшают эмоциональное состояние женщин. Разглядывая фотографии плюс-сайз моделей, испытуемые меньше сравнивали себя с ними, при этом изображения нестандартных моделей запомнились участницам эксперимента больше других. Авторы эксперимента считают результат подтверждением того, что разнообразие красоты в медиа позитивно влияет на психику женщин. Одно из самых влиятельных модельных агентств, AMG, открыло направление для полных мужчин-моделей. Первым мужчиной, подписавшим контракт с новым отделением, стал Зак Мико, бородач с большой татуировкой на плече. Рост Зака 183 сантиметра, объем талии 101, то есть он обладает пропорциями среднестатистического крупного мужчины. ВОК отмечает, что до этого знаменательного события с нестандартными моделями мужчинами работали лишь небольшие агентства, тогда как девушки плюс-сайз, например, Эшли Грэхом и Кэндис Хаффен, уже прочно заняли место в индустрии. По мнению самого Зака Мико, его типаж хорошо подходит для масс-маркета, когда люди видят в каталоге героя, с которым они легко могут себя ассоциировать, они с большей вероятностью захотят купить одежду. В интервью Зак рассказывает о том, что всю жизнь стеснялся своей нежности и думал, что с ним что-то не так, а работа в модельном бизнесе дала ему возможность полюбить свое тело и вдохновить на это других мужчин. Недавно администраторы Facebook принесли официальные извинения за то, что удалили из социальной сети фотографию плюс-сайз модели Тесс Халидэй, как неподходящую для использования в рекламных целях. Снимок, на котором жизнерадостная модель позирует в купальнике, австралийское феминистское сообщество Шершель Афам хотело использовать в качестве обложки для мероприятия «Феминизм и жир». Судя по переписке, Шершель Афам и представители социальной сети неподобающим изображением человеческого тела в Фейсбуке считают фотографии, на которых заметен целлюлит, а также снимки людей в одежде, которая им мала. Вместо изображения Тесс Халидэй сотрудники соцсети предложили поставить другую фотографию, на которой человек крутит педали велосипеда или бегает в парке. Позднее администраторы Facebook принесли извинения, указав, что их бодишеймерское поведение было связано с большой загрузкой и невнимательностью, а фотография Халидэй на самом деле и нарушает правила. Напомним, Тесс Халидэй – одна из самых востребованных моделей плюс сайз в мире. Бодипозитив с каждым годом обретает все большую популярность. Казалось бы, такое движение должно было избавить нас от проблем, связанных с культом худобы и пресловутыми стандартами общества. И во многом позитивное отношение к телу принесло свои плоды. Во-первых, понятие красоты однозначно расширилось. Теперь на модных показах и обложках журналов можно увидеть не только девушку с идеально отретушированной кожей и без единого намека на жировую прослойку, но и обыкновенного человека со свойственными ему чертами – лишним весом, морщинками и складками, волосяным покровом, индивидуальными особенностями кожи. Во-вторых, новые социальные течения учат уважать окружающих. Травля недопустима, особенно если ее почвой служат внешние признаки. В конце концов, бодипозитив помог многим людям принять себя, спас их от анорексии, расстройства пищевого поведения, депрессии и даже отчаянных поступков. Тем не менее, существуют и негативные последствия бодипозитива, которые можно описать фразой «из крайности в крайность». Раньше это называлось «перегибы на местах». В университете Восточной Англии провели исследование, в котором участвовали 23 тысячи жителей страны с избыточным весом или ожирением. Ученые пришли к выводу, что вместе с тем, как плюс-сайз стал позиционироваться вариантом нормы, людей с лишними килограммами стало больше. Все потому, что англичане просто перестали считать себя полными, замечать существующую проблему и, соответственно, хоть как-то бороться с ней. Явно избыточный вес – это всегда проблема для нашего организма. Он оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему и приводит к нарушению обмена веществ. А по статистике, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с ожирением ежегодно растет. Безусловно, у одних лишние килограммы появляются следствия тяжелого заболевания или травмы – это отдельный случай, когда бороться с изъяном бывает просто невозможно. Но другие сталкиваются с полнотой из-за неправильного образа жизни, который включает вредную еду, пагубные привычки и минимум активности. Все это связано с личным решением человека и в таком выборе мало позитивного. Чтобы избежать крайности и понять суть социального течения, важно придерживаться простых принципов. Движение призывает принимать и уважать любое тело, но не просит игнорировать реальные проблемы. Для того, чтобы их выявить, важно прислушиваться к собственному организму и быть более чуткими к его сигналам. В течение примерно пяти последних лет представление медиа и социума в целом о красивом теле существенно изменилось. Новая, третья волна бодипозитивного движения, начала подниматься еще в 2012-м. Первой ласточкой стал хэштег «Бодипозитивити». Идеология первым делом распространилась среди полных темнокожих женщин, а также среди представительниц этнических меньшинств. Все они изначально пропагандировали любовь к себе и откровенно пышным формам. Популярность такого рода взглядов быстро расцвела на просторах Твиттера и Фейсбук. Чуть позже за дело взялись плюс-сайз-блогеры из Инстаграм. Мало-помалу движение просочилось в массовую культуру и породило то, что можно назвать революцией отношения к телу и любви к себе. И тем не менее, бодипозитиву многое предстоит преодолеть. Показательный пример – история с британской певицей Адель. Люди восхваляют ее новую худую фигуру, хотя вопрос этот едва ли достоин широкого обсуждения. Закадровому миру изменения тоже не помешают. Речь о пиар-специалистах и маркетологах. Физическое разнообразие тех, кого они допускают на кастинге, может серьезно повлиять на медиапродукт, который мы все потребляем. Безусловно, сдвиг происходит, но постепенно. Бодипозитиву просто нужно больше сторонников и прозрачности, если движение и правда желает добиться того, чтобы все тела ценились одинаково. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго. Продолжение следует...